В улице Салянская, 20. В областном объединении профсоюзов ГТАДРА свядом и добра. Менавито тут проживая Нина Карпачева, жихарка блокадного Ленинграда. После войны она працавала за гадчиком социально-экономичного отдела объединения. В меньшавании, грошовая допомога и торт с логотипом профсоюзов. Цолодкая кажуть даеста научшие эмоции, які не перешкодятся у любым узросте. Тем более, что саправдную цену хлеба женщина ведает добра. У 41-му, 10-годовому узросте она опынулась в блокадном городе. Зимой дённая норма у 125 граммов выдавалась не за усёды. Але коли ей выдавалась, я ей не хапала. У красавику 42-го Нину Карпачеву вывезли на великую землю. Тому лечить и выжила. Давали нам по 125 граммов хлеба. Но не каждый раз мама с дедушкой получали, потому что куда-то пропадал хлеб. 125 – это очень мало, конечно. Нам оформили документы на выезд по ледовой дороге. А вот это грузовики, я помню, шли прямо в воде. Уже всё таяло, последний лёд. И кругом полынья за полыньёй, потому что немцы всё время стреляли. И, конечно, много машин уходило с людьми вот в эти полыньи. Константин Мятлушка был и вязень фашистского канцлагера. У 1944-м трапил усумный вядомый лагерь смерти Азары, чем дезах вары у насыпный тыф. После вызволения месяц провёл помеж житём и смертью, але выжил. Кабы 80-х уже самому воротовы тіншых. Подчас Чернобыльской катастрофы Константин Мятлушка працеваў загадчикам финансового отдела областного объединанья профсоюзов и займаўся оздоровлением потерпелого насельництва. За активный удел у ліквідація вары узнагароджены медалём и гоноровой грамотой президуума Ларховного совета БССР. Были задействованы здравицы кроме Беларуси, юга и запада, так, Прибалтики. И нужно было с ними вести финансовое финансирование всех расходов. Ну, кроме того, нам очень пришлось профсоюзам, я имею ввиду, обеспечивать материальное от селенцев. Дальше передевать их, потому что дети, перед тем, как направлять на здоровление, нужно было передеть загрязнённых районам. Тоже мы обеспечивали.